хорошо у нас сейчас 10 вопросов оксаны к высшему я давай пригласим куратора в эту комнату и вместе с куратором поднимемся на уровень высшего я оксана и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в нашу комнату диагностики куратора или учителя 1981 года воплощенной на земле 1 2 3 здесь женщина мы приветствуем куратора оксаны с кем имеем честь учитель лидия учитель лидия мы уже встречались лидия мы очень рады снова вас видеть нашей комнаты лидия сегодня тот день когда оксана решила встретиться со своим высшим я и мы хотели спросить у вас может вы подниметесь с нами не хотите ли вы подняться вместе с нами на уровень высшего я на этот разговор с удовольствием сопровожу оксана и вас благодарю вас лидия на какой уровень мы поднимаемся 10 на 10 отлично хорошо верочка давай бери оксану и вместе с лидией и мной на счет 3 поднимаемся на уровень высшего я оксаны 123 полетели мы на месте снимается все маски и голограммы все вокруг пристает согласно своему эфирному коду днк и мы просим к нам выйти высшее я оксаны женщина мы приветствуем высшее я оксаны снимается все маски представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться мира мира уважаемая мира меня зовут влад рядом стоит вера рядом стоит оксана и рядом стоит учитель лидия мы пришли сегодня по уволе излиянию оксаны оксана захотела с вами наконец познакомиться и задать вам свои вопросы будете ли вы так любезны ответить на эти ее вопросы я приветствую всех я приветствую моя дорогую частиц отвечу на вопросы отлично приятно смотреть когда сто процентов вместе с высшим я встретились наконец вместе это всегда так мурашки по коже идут хорошо уважаемая мира я тогда начиная с первого вопроса ну первый вопрос хорошо первый вопрос на каком уровне находится мой высшее я и что означает этот уровень на десятом уровне будет зависеть от тебя перейду ли я на одиннадцатый уровень и придумали придуманы чтобы вам было понятно да у нас очень большого уровня развития души понятно уровне также означает количество воплощение чем больше воплощение тем осознаннее душа тем больше душа получила опыта и тем выше у нее уровень как я уже сказала раньше то осознанность души вы закончили мира да я хотел просто ищу параллельный такой вопрос добавить ну высшая может и опуститься в уровне если тонкая копия делает что-то неправильно на земле за свою жизнь правильно хорошо я просто зависит от вас на земле для полной картины хотел объяснить да что есть возможность очень высокая вероятность не подняться а упасть и упасть намного ниже и туда куда никто не хочет падать с вашего разрешения мира я продолжу пожалуйста второй вопрос какое имя какое имя у моего высшего я как к нему обращаться как выглядит мое высшее я я приняла образ близки тебе женские даже сказала бы материнский мира это мое короткое имя которое ты можешь знать которое тебе нужно знать это имя содержите вибрации которые вас характеризует конечно же у меня есть имя которое я не объявлю но где-то внутри ты его знаешь как вы выглядите мира я же уже сказала женский женский образ хорошо благодарю вас я добавлю пожалуйста белое длинное платье вот детали детали мы хотели узнать мира вот это и вот это и был смысл этого вопроса чтобы она могла себе представить вас белым длинном платье благодарю вас я перехожу тогда к третьему вопросу если вы закончили продолжай насколько хорошо я справляюсь со своей программой в этом воплощении если отклонения в прохождении программы и какие будут замечания ты прекрасно справляешься у тебя все впереди я не могу судить или осуждать тебя сейчас меня и ты находишься на земле принимаешь решение соответственно с окружающими тебя людьми обстоятельствами целом ты принимаешь правильные решения благодарю вас я могу продолжать пожалуйста четвертый вопрос какой процент негативной энергии я набрала в этом воплощении если возможность понизить этот процент 17 процентов это небольшой процент я слышал там . невозврата по-моему 51 процента ты можешь нам постараться не набрать больше скажите а можно ли понизить этот процент можно как что нужно делать для того чтобы добром то есть это не окончательный приговор что так то и так то на момент ухода из земного воплощения уже осталась эта цифра или человек успел своим добром своими добрыми энергиями деяниями что-то посеять хорошее то возможно это будет защита на ему да и этот процент уменьшится я правильно понимаю благодарю вас уважаемая мира это очень важный вопрос это касается действительно не только вашей подопечной не только вас самой этой это касается практически всех решителей земли пятый вопрос если вы позволите соль выбирая в это воплощение все пять кармических узлов которые остались у души я когда-то очень спешила это спешка желание все успеть сделать и ничего не упустить прослеживается на протяжении всей моей жизни куда так спешит моя душа я могу успокоить оксана я точно такой же у меня точно такая же ситуация точно также люблю знания и поэтому впитываю их так что очень много таких душ она не одна пусть не беспокоится и это желание не упустить она действительно прослеживается у таких людей хочется все прожить возможно это потому что душа осознанно уже в плане того что она понимает это важность этой жизни и что она может сделать в этой жизни для своего развития я правильно понимаю мира поправьте меня если я ошибаюсь вы говорите обо мне я прошу прощения безусловно я говорю о вас это простите меня пожалуйста конечно я говорю о вас там хорошо я закончил я могу переходить следующему вопросу с вами очень интересно общаться шестой вопрос много лет назад со мной произошел довольно странный случай я сидел на кухне и вдруг стала видеть вокруг себя какие-то вибрации или волны как будто пространство поплыло передо мной и на какие-то секунды я почувствовал как моя душа выходит из тела я увидел свое тело со стороны я тогда очень отчетливо почувствовала всю тяжесть своего тела хотя весело тогда совсем немного 46 48 килограмм что это было у тебя есть способность другие энергии положительные или отрицательными а также была способность самой стать этой энергией выйти выйдя из тела на какой-то момент я бы назвала это ясновидение я бы назвала это ясновидение ты напугалась выйти выйти из своего тела и на какое-то время потеряла эту возможность значит у нее есть ясновидение вот она должна тогда об этом знать она может развить этот дар в себе конечно может оксана вы слышали сейчас у вас все лежит в ваших руках вы можете выходить я понимаю она вышла в астрал да она вышла из тела вышла из тела хорошо очень интересно хорошо я тогда перехожу к следующему вопросу это седьмой вопрос в 2014 году на большом сроке я потеряла ребенка должна была родиться дочка я очень тяжело перенесла эту потерю и морально и физически это был мой кармический узел если у меня по программе еще дети да это был кармический узел а в чем и он заключался можно и приоткрыть эту тайну чтобы она поняла это очень важный вопрос на земле как и везде в принципе потери ребенка какой боль потери вот ей нужен был этот опыт да мне нужен был этот опыт я прошу прощения я все время говорю ей мне надо говорить вам так же как и ребенку вот как все связано благодарю вас все у меня больше вопросов по этому седьмому пункту нет если вы закончили я могу продолжать дальше пожалуйста восьмой вопрос мои болезни которые тяжело поддаются диагностике и лечению имеют ли они кармическую природу вопрос или знак это как то связано с моим развитием напрямую связано ты не можешь гармонизировать свои энергии твой биоробот не успевает за ними как правильно поступить в такой ситуации ну ты как всегда спешишь вот как медитации помогут то есть спокойствие ей надо найти для того чтобы она смогла гармонизировать и синхронизировать свои энергии вибрации правильно уделяя хотя бы 10 минут в день спокойствие именно поэтому ты выходила из тела твои энергии они прыгают и биоробот не справляется ничего себе ее выкидывает из тела уже не выкидывает уже не выкидывает но это было давно у нас был такой случай уважаемая мира мы имели дело с ангелом и вот у него белые пятна шли по телу потому что он не принимал вот эту всю информацию которая ему шла как вы говорили только что очень похожий случай не принял ее и вот у него оно отразилось полезными именно кожными пигментами такими белыми вот очень похожие случаи то есть вы хотели сказать нельзя отрицать что-то да вот эти болезни в контексте болезни которые тяжело поддаются диагностике и лечению и насчет того что это имеет ли это кармическую какую-то природу и связано ли это с саморазвитием возвращаясь к этому вопросу начинаю отвечать заново да это связано с твоим развитием с твоими энергиями ты спешишь получить знания но не можешь сбалансировать и успокоить твой биоробот не справляется с энергиями внутри тебя я перехожу к девятому вопросу с вашего разрешения у нас два вопроса осталось девятый и десятый позволите удовольствие девятый вопрос мой муж встречались ли мы в прошлых жизнь встречались ли в прошлых жизнях наши души в последнее время у нас с ним тот тотальное недопонимание по многим вопросам хотела узнать это заложено в моей программе начну сначала вы встречались две жизни до этого до этой жизни она была мужчиной или женщиной она была женщиной матери благодарю вас это деревня район западной западной европы чехия сербия в этих местах а в каких годах это было если позволите 1315 средние века вы были муж и жена но задачу свою не выполнили как пара все что вы научили друг друга это боли крепкой семьи не было в этой жизни вы опять прорабатываете те же задачи скажите мира можно разорвать этот круг можно как-то как-то решить этот вопрос в этой жизни можно прожить мирно можно прожить мирно как бы вы поступили скажу так в этой ситуации можно так спросить себя и заменить свое отношение к какому-то действию и результат изменится замечательный совет мира очень приятно благодарю вас если вы закончили если вы не хотите ничего добавить у меня еще 10 вопрос остался продолжай занимаясь саморазвитием или используя свои способности даже во благо есть риск навредить себе и не только себе как уловить этот момент есть ли какие-то подсказки на этот счет какое пожелание или напутствие может сделать сейчас мне мое высшее я первое что я хотела бы сказать это слушай себя не торопись без гармонии ты не можешь заниматься какими-то практиками без балансированного состояния можешь навредить если ты спешишь если ты делаешь все правильно слушай себя обращай внимание на детали каждая мелочь что-то значит закончил благодарю вас мира за этот ответ дальше она передает искреннюю благодарность своему высшему я за ответы я передаю также свою искреннюю благодарность моему дорогому учителю а также Владу и Вере это нам я благодарю вас за эту прекрасную встречу хочу добавить от себя что все вопросы которые были заданы как она знала ответы все что я сказала я просто подтвердила ее знания да отлично вот это она наверное хотела услышать уважаемая мира у нас есть такая добрая традиция мы всегда всем учителям кураторам высшим я когда встречаемся всегда делаем подарки я прошу вас сейчас пожелать что-нибудь что мы можем вам сделать из может быть из земли у вас есть какие-то приятные воспоминания вам хочется какую-то мыслеформу увидеть или мы вам сделаем свежие продукты какие-нибудь воду что угодно на ваш вкус я хочу видеть дельфинов дельфинов отлично хорошо Верочка давай тогда сделаем вот эту картинку крымскую где там еще видно вот эти скалы великолепное голубое море и пять дельфинов играются вся семья папа мама и три маленьких дельфина один два три то что вы хотели отлично хорошо Верочка и в твоих руках появляется корзинка с нашими традиционными самым чистым продуктом экологически и самым вкусным продуктом на земле ягодами один два три все самые лучшие ягоды на земле в твоей корзинке один два три и передай и передай пожалуйста мире знак благодарности за этот приятный разговор за эти за эту встречу нам было очень приятно с ней общаться это от нас примите пожалуйста примите мою благодарность за то что я встретилась со своей частицей сегодня за ваши подарки я очень рада видеть здесь всех присутствующих благодарю от всей моей души и мы благодарим вас уважаемая мира примите вы нашу благодарность и мы тогда если закончили будем отводить Оксану назад в ее биоробот будем возвращаться в нашу комнату диагностики мы тогда прощаемся с вами до скорой встречи я говорю не прощаемся я уверен что вы обязательно с Оксаной когда-нибудь выйдите на связь или уже вышли на связь и ваша связь вместе с вашим учителем будет только укрепляться и Оксана никогда не одна у нее всегда есть такие помощники благодарю вас мира благодарю рассинхронизируйся Верочка один два три еще раз мы прощаемся и все вместе сейчас вместе с Лидией Оксаной Верой я возвращаемся в нашу комнату диагностики один два три полетели на месте отлично мира как вам наша встреча сегодняшняя мира осталась там мира осталась там а почему Лидия у нас здесь я прошу прощения Лидия я прошу прощения Лидия дорогая Лидия простите пожалуйста перепутал имена вы остались довольны это прекрасная встреча я тоже так считаю верочка давай подарим дорогой Лидия сейчас нашу корзиночку один два три с нашими вкусными ягодами на долгое хорошее воспоминание и в знак благодарности за ее участие с вами приятно общаться и еще от нас положи плиточку шоколада туда один два три это для настроения я забываю что я с женщинами имею дело конечно благодарю вас и мы прощаемся с вами желаем вам всего наилучшего всего доброго хорошо Верочка мы закончили будем возвращать тонкую копию Оксаны в систему биоробот душа ты готова? да и для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию Оксаны в систему биоробот душа заводим подключаем каждому органу каждой клеточке каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами готов отлично и отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики один два три да и здесь и и и и Субтитры создавал DimaTorzok